друзья если вы только что проснулись из просонья надели на себя одежду наизнанку не стоит переодеваться вы сегодня в тренде дело в том что со вчерашнего дня открылась неделя революции моды во время которой предлагается выражать благодарность производителям одежды именно одета надета одежда наизнанку это такое выражение благодарности на этой неделе и более подробно мы будем сегодня разговаривать на эту тему с модным блогером а также арт-директором хелена ветика доброе утро доброе утро вот вся революция заключается в том чтобы одежду наизнанку надеть или есть какая-то другая причина в этом нет причина абсолютно не в этом дело в том что написано на бирке поэтому люди одевают одежду наизнанку чтобы можно было прочитать кто вашу одежду сделал может быть китайцы может быть эстонцы может быть еще кто-нибудь почему вообще неделя революции моды была организована то есть чем это связано и каким образом люди должны выражать благодарность производителям одежды это было связано с катастрофы в бангладеше и после этого люди стали немножко больше обращать внимание на эти страны где одежда производится где у людей не очень хорошие кондиции чтобы эту одежду производить не то что не очень хорошие в каком смысле ужасные и так сказать благодаря такой трагедии где погибло очень много людей стали ли немножко больше об этом задумываться и решили что если в пиар и в меди и помогло как-то обратить внимание такое са большое событие то надо за события создавать ежегодно без без трагедии но это катастрофа была связана с тем что обрушился торговый центр в бангладеше в четырнадцатом году правильно я понимаю но торговые центры там очень очень большие и также и в китае в остальных странах где такое производство можно в youtube и посмотреть клипы это просто улицы и улицы и улицы вещей где работает уйма людей и можно сказать они тоже немножко выглядят как такие места производства они они магазины получается что если человек выворачивает свою одежду наизнанку люди видят производители этой одежды видят там бангладе что вы доверяется общественному порицанию или как-то работа я сама на самом деле не совсем согласна с тем что если уже там произведено мы должны игнорировать эту одежду потому что все зависит на самом деле от политики и экономики в конкретных странах потому что если мы все решим что весь мир перестанет покупать одежду произведенную в азии то этим людям которые там работают от этого лучше не станет потому что они потеряют абсолютно весь свой хлеб почему они вообще там работают что другой работы вообще нету так что обращать внимание надо для того чтобы директоры этих фабрик что-то меняли в экономике политики что-то меняли в экономике но полностью делать канцел на это производство на эту одежду на самом деле даже нельзя а что предлагается делать то есть действительно если мы будем игнорировать одежду произведенную так сказать рабским трудом то эти люди потеряют последние копейки которые они зарабатывают а как можно повлиять на правительство стран так так можно что через медиу через пиар говорить насколько это плохо спрашивать в каких кондициях эти люди работают шерить у себя на фейсбуке клипы из ютуба где показано что на самом деле происходит для того что ну можно так сказать что public шейминг и стыдить и и порицать прицательное порицание да да чтобы повысить как повысить известность а этой проблеме и также на самом деле можно немножко носить а секонд-хенд например я сегодня оделась не наизнанку оделась полностью из секонд-хенда чтобы показать что еще можно покупать за дешево если у тебя на самом деле нет бюджета то не обязательно покупать джинсы за 10 за 40 евро можно купить даже джинсы за 2 евро из секонд-хенда чтобы у людей был какой-то выбор сегодня только ли бангладеш является вот той 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 точкой на карте где нечеловеческие условия труда или это такой самый яркий пример просто нечеловеческие условия это просто яркий пример это один из одно из трех мест на самом деле китай пакистан филиппины и бангладеш это четыре самых таких горячих точки но мир моды известен конечно своими противоречиями с одной стороны мы сейчас говорим о том чтобы привлечь внимание на арабский труд с другой стороны о том чтобы покупать одежду в секонд-хенде а с третьей стороны есть бренды очень дорогие которые производят одежду и действительно имеют спрос то есть как найти вообще золотую середину между всеми этими пресворечия даже об этом специально хотела рассказать что очень часто люди думают что они покупают дорогую одежду тогда это уже сразу этично и все задать даже нормально почему на самом деле это бирка опять-таки важно потому что например в европе в последнее время очень модно писать made in europe сделано в европе самом деле делается в португалии в каких-то бедных местах или например в польше точно так же и но made in europe это очень такое округленное название а за это можно уже спрашивать там 400 евро потому что написали made in europe поэтому надо все-таки по возможности еще больше изучать где где вещи на самом деле производятся но это получается такая уже серьезная работа хочешь пойти и купить себе свитер тебе-то этого нужно очень долго гуглить где это производится если ты конечно покупатель сознательный тебя на волнует этот вопрос не слишком ли много усилий но что поделаешь те люди которые эти вещи производят для них это тоже очень много усилий одни джинсы шить это на самом деле не 4 евро консультанты в магазинах обязаны знать где на самом деле произведена одежда скажем если я покупаю я спрашиваю а мне говорят ну вот сделано европе дальше мы ничего не знаем ну на бренды говорят что обязаны у меня как бы практика другой нет такой практикой что очень часто просто продавцы настолько молодые что их берут на работу тюф-тюф-тюф уже начинают работать брендом и они не успевают так быстро подучиваться на самом деле чем больше у них спрашивать тем больше они сами будут это изучать поэтому спрашивать надо насколько вот это вот акция fashion revolution она действительно популярна потому что я так понимаю что ну вот мы сегодня здесь да все втроем одеты как люди не принимающие участие в этой акции то есть у нас не наизнанку насколько она популярна на самом деле так по моему она сейчас все более и более становится популярной например в этом году как блогер я уже получила по крайней мере пять разных пиар-эмейлов от всяких разных брендов что вот мы участвуем и мы участвуем приносите к нам свою старую одежду спрашивайте у нас такие то и такие то вопросы мы на все ответим и так далее так что ну и вы тоже пригласили что очень приятно так что получается что более и более популярные мы уже узнали еще кто-то узнает и следующем году будет еще более массивной акции а почему бренда собирают старую одежду и приглашают ее приносить они это одежда идет на переработку или она в качестве товаров секонд-хенде используется я не знаю можно ли в эфире называть имена что один из брендов h&m они собирают одежду для переработки и для того чтобы отдавать большим семьям и так далее если одежда как бы пригодна для этого выдумывают новые материалы например полиэстер можно перерабатывать например хлопок невозможно сейчас в наше время еще перерабатывать еще важный момент тоже который этот бренд и мне и многим другим людям научил когда вы покупаете хлопок очень важно чтобы на бирке было написано органик коттон потому что иначе при хлопке используют разные пестициды которые очень очень вредны людям которые на плантациях работают поэтому органик должно быть еще тоже написано не просто изучить где все сделано чем более органично тем тем лучше потому что эти кемикалы для производства очень очень плохо действует на людей но вот если вы заговорили о бирках то на что нужно все-таки обращать внимание сознательным покупателям которые пришли не просто схватить первое понравившиеся с полки так и есть что когда написано made in europe спросите где in europe почему там именно в эту неделю чтобы люди начали как бы шевелить мозгами и думать а да европа на самом деле большое место когда написано made in china то это сто процентов очень очень плохо когда написано made in indonesia это может быть даже не так плохо потому что она не входит в четверку этих самых как бы плохих мест и конечно что органический материал был органик коттон это очень очень важно и с другой стороны не бояться полиэстера потому что полиэстер на самом деле это сейчас единственный материал который можно перерабатывать все кидают одну большую какую-то бочку и выходит новый новый материал не станет ли это таким интересным трендом что одежда экологически произведенная как надо будет стоить очень баснословных денег то есть простой свитер из хлопка до правильного будет дать я не знаю сотни евро например но сейчас они не стоят можно пойти купить себе даже футболку и она будет все равно стоить примерно 8 евро и на самом деле с этими технологиями то что точно так же как с формацией например или с разными такими вещами что чем больше время проходит больше новых всяких выдумок вы думают как как эти самые бочки бы быстрее работали их было больше и так далее тем больше можно производить такого материала с другой стороны больше и больше это тоже не очень хорошо хотя это неделя революции моды должны думать чтобы все-таки этих людей была работа которые работают на фабриках и все такое но параллельно надо думать о том по моему чтобы вообще немножко понизить все это потребление арт-директор модный блогер хелена ветик была у нас сегодня в гостях спасибо что пришли рассказали об этой акции fashion revolution которая вот эту неделю проходит изменилась она 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 Продолжение следует...